Сергей Марков Пашинян готовит возврат Азербайджану района вокруг Карабаха. Никол Пашинян, и это очевидно, хотел бы перейти от политического успеха к экономическому, чтобы стать не временно популярным, а постоянно. Для этого ему нужно снять блокаду, которую осуществляют Турция и Азербайджан. Но для этого нужно согласиться с казанской формулой урегулирования Карабахского конфликта, то есть вернуть Азербайджану районы вокруг Нагорного Карабаха. И это, в общем-то, давно согласовано. Но Никол Пашинян, как я уже не раз говорил, просто боится, ведь политика в Армении носит насильственный характер. Поэтому армянский премьер хочет поделить ответственность с армянской общиной Карабаха, а значит, ему нужны свои люди в руководстве этого непризнанного образования. Они будут выступать от имени армянской общины Карабаха и разделят, как я уже говорил, ответственность вместе с ним. Интересно, что оба схлестнувшихся кандидата на пост лидера армянской общины Карабаха Райка Рутюнян и Маси Смайлян не поддерживают идею Никола Пашиняна о том, что Карабах – это Армения. Они за независимость. Да и сам Никол Пашинян понимает, что это невозможно. Он хочет согласиться на казанскую формулу, но для этого ему нужно было радикализировать свою позицию, чтобы успокоить армянскую общину Нагорного Карабаха. Армения очень хочет снятия блокады, для этого все и делается. То есть получается так, что Ереван говорит, что он здесь ни при чем. Это сама армянская община Карабаха просит. Именно так. Они сами просят снять экономическую блокаду. Так что давайте освободим районы вокруг Нагорного Карабаха. А что будет дальше? А дальше Никол Пашинян даст распоряжение новому президенту так называемого НКР о том, чтобы он показал как минимум социологические исследования, свидетельствующие о том, что армянская община Карабаха готова поддержать казанскую формулу. Дорогие подписчики, хочу пригласить вас на свой авторский канал АЗ20%. Нуждаясь в ваших подписках и лайках, ссылка на канал в описании к этому ролику. Хорошего вам настроения и помните, победа будет за нами! Субтитры создавал DimaTorzok